Первые успехи предпринимательства по проекту «Социальный контракт» представили на выставке ярмарки в Нарынской области. Здесь те, кто когда-то считал последние копейки и брался за любую работу, чтобы прокормить свою семью. Сегодня выступают успешными предпринимателями, рискнув однажды, открыв собственное дело. Среди них и канат Эр-Алиев. В прошлом году стал участником проекта «Социальный контракт», отказался от пособий на детей и получил 100 тысяч сомов. Занимается изготовлением конской упряжки, сбруи, подков, подстилок, подседло, камчи и прочее. Все эти изделия в основном из высококачественной кожи. Я занимался изготовлением принадлежностей для лошадей ранее, но не было средств развивать дело. На полученные 100 тысяч сомов по проекту «Социальный контракт» я купил специальную швейную машинку, ткани, кожу. Взял больше заказов. На вырученные средства опять закупил уже больше тканей, и заказы увеличились. Сейчас работаю вместе с женой, хорошо зарабатываем. Планирую открыть мастерскую. Два года назад семья Минбаевых стала участником проекта «Социальный контракт», отказавшись от пособий на детей, которых у семьи 10, в пользу 100 тысяч сомов, на которые купили 20 ульев и занялись пчеловодством. Сейчас у семьи целая пасека и 80 ульев. Дело идет. «У нас большая семья. Жить на пособия, конечно, можно, но зачем? Дети растут, им нужно стабильное будущее. Поэтому мы занялись пчеловодством. Сейчас у нас уже большая пасека. Зарабатываем сами и помогаем другим, нуждающимся семьям, покупаем продукты или даем мед бесплатно». Алайский мед пользуется большой популярностью и имеет целебные свойства, поэтому спрос большой и покупателей много. Наши пчелы собирают пыльцу не только с трав, но и с цветущих деревьев. Здесь же разнообразная природа, поэтому и большое разнообразие меда. Например, этот мед желтого цвета, собран из цветущих ранних трав, а этот более красный, собран уже из осенних цветов. Мы не используем никаких добавок. Мед чистый и спрос на него высокий. Самый распространенный вид деятельности по проекту «Социальный контракт» – это направление сельского хозяйства. Затем идет сфера торговли и швейное дело. Вот и для Айджамал научиться шить было крайне необходимым, чтобы содержать семью. Взяла 100 тысяч сомов в поддержке от государства, купила швейную машинку, теперь вот принимает заказы и шьет на дому. Дело постепенно развивается. По социальному контракту я работаю только два месяца. На предоставленные средства 100 тысяч сомов я купила современные машинки и смогла в несколько раз улучшить качество пошива, увеличилось и количество заказов. У нас в мини-цех работает 5 человек, шьем детские танцевальные костюмы, заказы поступают со всей страны. Смогла купить и вышивальную машинку, теперь любые узоры вышиваем сами, а не наклеиваем как раньше. Теперь план окупить машинку для лекал. Социальный контракт стал проектом, помогающим кыргызстанцам организовать собственное дело, тем самым выйти из низкого социального уровня. Он реализуется по инициативе президента Садыра Джапарова, впервые стартовав в 2022 году. Тогда, получив 100 тысяч сомов, открыв собственное дело, смогли 2800 человек. А в прошлом году цифра выросла вдвое. Около 10 тысяч семей начали работать на себя, занимаясь предпринимательством. На 2024 год реализация проекта намечена для 20 тысяч семей. Из бюджета выделено более 2 миллиардов сомов. Основной целью социального контракта было это как-то вывести инертных, простых получателей пособия по малообеспеченности из трудной жизненной ситуации. То есть дать им деньги, дать им возможность, чтобы они могли как-то сами стараться что-то делать и выходить, то есть увеличивать свои доходы. Эта мера была как одной из активных мер социальной защиты, вот, и стимулировать наших малообеспеченных семей, чтобы вывести их из трудной жизненной ситуации. И недавно запущена еще одна программа поддержки малообеспеченных семей, а именно тех, кто став участникам проекта социальный контракт, успешно открыл предпринимательство и наладил свое социальное положение. Теперь такие семьи могут получить беспроцентный кредит на три года в размере 200 тысяч сомов и продолжить развивать свой бизнес. Большая часть семей, которые получили помощь по соцконтракту, сейчас формируют свой доход в среднем на уровне 15 тысяч сомов. Все семьи активны предприниматели микробизнеса и работают в том, числе на основе ЕП, патента или в форме крестьянского хозяйства. А самые успешные проекты смогут получить беспроцентный кредит сроком до трех лет. Участники получают скидку в течение трех месяцев после получения беспроцентной суды, которая не выплачивается, а затем ежемесячный платеж равными долями в течение трех лет. И такой возможностью уже воспользовались 34 кыргызстанца, в числе которых и алмазбек Молда Джусупов. 100 тысяч сомов он взял в 2022-м, открыл небольшую торговую точку, затем еще одну, где продается косметика и бижутерия. Сейчас вот, получив 200 тысяч сомов, планируют открыть цех по переработке шерсти. Тем самым я смогу создать порядка 20 новых рабочих мест. Планирую, что в цехе мы будем шить безрукавки и головные уборы. Мой проект также окажет положительный эффект на окружающую среду. Вместо того, чтобы выбрасывать выструженную шерсть, я буду ее перерабатывать. Таким образом, я сокращу количество отходов. Отрадно, что со стороны государства нам оказывают такую поддержку. Казалось бы, первоначально я получил 100 тысяч сомов. Теперь, благодаря такому стартовому капиталу, я открыл свое дело, а потом от полученных доходов открыл вторую точку. Раньше на одном пособии сидел, которого ни на что не хватало. Получить 200 тысяч сомов могут те семьи, участники проекта «Социальный контракт», которые реализуют предпринимательскую деятельность, имея стабильный доход в течение шести месяцев. Им необходимо обратиться в Аилбанк или же Эльдикбанк. При этом орган соцзащиты обязуются оказать финансовую помощь, а заявитель грамотно распорядится деньгами, пройти обучение, начать свое дело и выйти на стабильный заработок. Как отмечал президент, запуская проект «Соцконтракт», он направлен на борьбу с бедностью и иждивенчеством. Борьба с бедностью представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий скоординированных усилий на многих уровнях, от национального до мирового. Кыргызстан предпринимает и продолжает принимать значительные усилия в борьбе с бедностью. Прежде всего важна и адресная направленность социальной помощи. Главное – сосредоточить государственные ресурсы на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается. По опыту зарубежных стран спровоцировать повышение благосостояния граждан удалось лишь после того, как обеспечили нуждающихся стабильной работой и заработком, создали возможности для приобретения собственного жилья, обязали получить образование дошкольное и школьное и получить специальность. Сегодня, как говорится, бедность – не порог, но выход из нее уже вершина успеха. Надежда Усова, Чингис Джумагулов, Аллато 24. Итоги недели.